Спустился отдохнуть в кают, предусмотрительно рассыпав по палубе обойные гвозди острыми концами вверх. Среди ночи его разбудил душераздирающий обувь. Хватив лужьё, злоком выскочил на палубу. Но непрошенные гости, поранив ноги гвоздями, уже попрыгали в свои шлюпки и удирали на крейсерской скорости. Отремонтировав разодранные штормом паруса, мореплаватель вторично пошёл на штурм пролива, постреливая из ружья в том направлении, где показывались вооружённые жители огненной земли. В ответ в корпусе Брея сгибались летящие стрелы. По пути с локом наткнулся на потерпевший крушение пароход с грузом сала и загрузился под завязку ценным продуктом. Измазанный жилом и облепленный плотным слоем снега спрей со второй попытки вырвался из фисков пролива на просторы Дикого океана и стрелой понёсся к экватору, к теплу и лету. Бизнес и исчезающий рай. Подпал таблицей. Туркский район. Подпал таблицей. Подпал таблицей. Подпал таблицей. Туркский район. По стяплецей. Профессиональные метражные. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Очень сильно, что-то ветер сильный на среду. Красиво там. Жаль, что телефон не так многоглазган. А я хочу сейчас ночью пойти поснимать немножко, чтобы мы с вами увидели, как снимает мой телефон новый. И посмотрим, сравним этот с тем... Так красиво там всё. И саки, и всё-всё-всё. Такое золотое. Очень мелко. Мост тоже шикарный. Очень красивый. Любимый город. А там как сердечко. Не знаю, кто видит сердечко. Облако. Я вижу. Впереди нас ауди. Такие фонари шикарные. Любимый город. Смотрите, как красиво. Кто-то там и пишет, и пишет, и пишет. А я так устала, что как-то почти ни на что не реагирую. У меня полный релакс от ключика. Хочу просто тупок душ. И отдыхать. Но в то же время и поснимать хочу на новый телефончик вон. Вон у меня дома. Сейчас приеду, возьму. Вон, видите. Спасли крови там уже. Сняли все леса. Уже отреставрировали. Там красиво. Не знаю, как храм называется. Очень красиво на улице вообще. И мелкий-мелкий дождик. Идет такая питерская погода. И ветряная. Тихо. Вот так. Тихо. Кто-то написал, напишите. Я снимаю. Ночный эпидемент. На этот телефончик. Может, я на него вообще последний раз снимала. Да. Возможно, это. Мы последнее видео на этот телефон. Я выросла, два беда, прорез, не могу предупреждать волшебного ветера всем деревьям полки. Такое чувство, что их сажали, когда знали, что вот такие красивые. Там машина какая-то циклась, в цветах, у них у нас на крови. Такое чувство, что они не могут визжать. Руководная работа с обработкой, не могут визжать, не могут визжать. Магсамяты старая, не могут визжать. Но, конечно, я вам скажу, что это очень важно. Символы исчезнувшего мира. Откуда и зачем они были на затерянной в океане Коста? Определенных ответов на эти вопросы пока нет. Согласно местным легендам, поселенцы приплыли на остров Пасхи на двух больших лодках со стороны заходящего Солнца. Большинство ученых полагают, что это были полинезийцы. Свою прородину они называли Кива. В результате катаклизма, когда погрузилась в Клово, людям пришлось искать на просторах океана Новый полный. Возможно погибшая хима, погибла состравая Маркизских пострадалов. Киркокорпичен Запоркин стоит в 18-10 годов. Я не хочу... ...визошин. Вот тоже как красиво здесь, смотрите. Требешочка будет прийти погулять здесь совсем рядом. Вот по Пестеля. По Пестеля и уже восстание. Сюда Пашков надо прийти, когда нет ветра. Солнечная. По Симоте. Замок. Там храмы. Красивые. Виде мосты. И все показать вам поближе. Туда вам выход на Невский. Вон все вот для моего дома. Все очень близко. Ух, как все красиво вообще. Не знаю, как вам это все передать. Ух. 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 Да. Ух. Булочки, полулочки. Как говорится, смотрю до янтучи. Смотрю до янтучи. Смотрю до янтучи. Смотрю до янтучи. Вот, где мы с вами читали. Помните эти? Ворота в арабске написано. Илля илля, 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 илла, Мухаммед, Расулла. Тут тоже вот храм красивый. Что-то пытаюсь показать. Я знаю человеку. Вот такой вот так. Последнее видео этого телефончика. Я ему очень благодарна. Он этого года мне служил верой и правдой. Но, уже помирает. Тоже дом красивый. Очень красивый. Очень красивый. Это орлеевое улицо. Он потом переходит в пистеля. Все, там уже восстание. Мы уже почти думали. Красота. Еще. Ты же. Ты cares. Ты что? Я. У меня... Спасибо большое. Да, здесь. Хорошего вечера. До свидания. Вот, мои любимые, приехали. Мы с вами домой. Ура! Жизнь удалась. Добрый вечер. Да, я очень-очень-очень уставшая. Больше даже, чем с ночной. Потому что сегодня день был вообще просто. Какая-то бабулечка у меня там сперла конфетку. И я прям себя чувствую виноватой. Потому что не могу я пошел бы человека в тюрьму или в милицию сдавать или еще что-то. Я к ней подошла, говорю, женщина, а что вы заплатили за конфетку, которую положили себе в карман? А она говорит, так, доченька. У меня, говорит, сахар поднялся. Я взяла, знаю, что это плохо. Но я пенсию получу и обязательно заплачу. Я ей говорю. А, она говорит, я приду и обязательно заплачу, короче. И я думаю, блин, вообще, жесть, не могу. Я взяла у нее эту конфетку, сама за нее заплатила и пошла, отнесла. Она там стоит 24 рубля или что-то такое. В общем, вот так вот. А как ее сдавать, вот такую, например, на женщину, я не знаю, как вообще можно. Добрый вечер. Хочу показать вам свой телефон. Хочу прочитать стих, который утром прочитала, но видео исчезло. Не знаю, если это видео исчезнет или нет. Вот. Та-нина. Та-нина. Ну, вообще, это зависает. И выпадает. И видео все исчезает. Ну, все уже. Мои мучения закончились, скажите. Что вам, звук? Львовно. Ну, ой. Не дурно, то, а урцов нету. Вот он, мои родни. Смотрите, какой. Он с чехольчиком. И здесь пальчик надо прикладывать. И весь какой-то он супер-супер крутой, как я и хотела. Вы знаете, какого он цвета? Я не буду сейчас снимать чехол. Не знаю, как показать вам. Там вон видно кусочек. Он сиренево-фиолетовый. Вот реально, как цвет любви, как я и хотела. Ну, не в цвете дело, а в его этом самом фарше. В том, что внутри. Ну, вот три камеры. И тут еще одна. Он обалденный, как я и хотела. Ну, посмотрим, как он снимает. Вот, мои любимые, похвасталась. И хотела стих прочитать, но уже не могу. Уже в следующем. Потому что я бегу мыться. Люблю вас. Уже в том. Прочитаю стих уже в том телефон. Всем пока. Очень-очень люблю вас. Пока-пока.